Видно, игра? Пошел поток. Давайте мини-бар отключим. Отключился. Мотивейшн. Какой у этого воркшопа вообще? Я очень много наблюдал за тем, как люди систематизируют информацию, которая к ним приходит, различную. И куда они все ее суют. Чаще всего это... Вот они быстренько... Им надо записать куда-то. Листочек уже по идейным соображениям не подходит. И они бегут записывать это все в блокнотики всякие. То есть, те, кто сидят на кунти-линуксе, мейнстримном, типа Ubuntu, они сели, у них там ноутис какая-нибудь программа, и они у нее зафигачили сплошным текстом. Те, у кого есть предпочтения, которые сидят на своих там... Которые нравятся редакторах, чаще всего это Sublime, он очень простой, очень легкий. Или VS Code какой-нибудь, который потяжелее немного. И вот они садятся, и точно так же эти заметки пишут в Sublime или VS Code. Вот. И заметки эти, по большому счету, уже систематизированы. Какие-то отвечают за то, что вы записываете личные какие-то свои там данные, пытаетесь себе не дать забыть о том, что у вас встреча на какое-то там число назначено, что вам сделать что-то надо. Часть заметок сугубо технические, часть заметок несут в себе проект какой-то. То есть, вы записываете какую-то задачу, которая состоит из-под шагов, и у него строчка за строчкой описана. То есть, как будто вам при записи, при этой, не хватает четкой систематизации на уровне редактора, чтобы он вам подсказал, как это систематизировать. И сегодня мы как раз займемся тем, я вам расскажу, какой вариант есть с этим. Похоже на Markdown, но его суть в другом. Markdown чаще всего используется как средство документации какое-то, где вы описываете это все. И очень малое количество людей использует Markdown как средство организации своих мыслей. А оргмод, он как раз про организацию мыслей. И на нем отличная документация пишется. Стрелочки в разную сторону смотрят у этих направлений технических. Собственно, я рассказываю про оргмод уже третий раз. Вы можете посмотреть оба воркшопа по EMAX. Там он затрагивается. Все разы, все воркшопы, которые здесь есть, они все в EMAX и все в оргмоде сделаны, потому что это удобно. Вот даже сейчас мы смотрим, это оргмод с вами, да? Если мы идем сюда, вот он, орг. Это мажорный мод EMAX, то есть очень сильно меняющий поведение буфера, в котором мы находимся. И он предназначен для того, чтобы вы могли систематизировать информацию. Как-то чтобы она выглядела красиво, удобно и не создавала вам проблемы с хорошим редактированием, с мощными возможностями поддержки. Мы к ним перейдем, да? У нас есть типа три топика. Это метаинформация, проза, ну то есть как бы вся работа с текстом и код. Также у нас будут топики с тем, как использовать оргмод для планирования. Куда можно его экспортировать, какие форматы документов. И как вам альтернативно использовать оргмод, организационный мод, не в EMAX, а в каких-то других областях. Там, в S-code, идея и соблайн. Я точно нашел три плагина, которыми я поделюсь. Вот мы знаем, что оргмод – это некий мод. Его основная цитата – это «your life in plain text». Конвертируйте свою жизнь в простой текст, удобный, красивый. Вот здесь вообще нет людей, которые любят цитаты, когда я вставляю воркшопы. Поэтому я оставлю это тем, кто залезет на репозиторий и почитает их. Просто я вначале еще, с самых первых воркшопов, начал вставлять цитаты из Breaking Bad в воркшоп и забыл потом об этом. И я уже получил фидбэк от людей, что не хватает этой штуки. Но я считаю, что это слишком кринжово, чтобы это прям напрямую вам читать. Поэтому если кто-то захочет, он залезет туда и посмотрит. Первые самые отталкивающие вещи в воркмоде, которые мы можем найти – это метатеги. Они выглядят просто отвратительно. То есть тут они разукрашены хотя бы, да, и как-то они подсвечены, красиво, удобно дополняются, и с их ручками писать просто. Я думаю, это просто ужасно. И это какой-то явно, ну, атовизм какой-то очень старый. Но вот они есть. И среди метатегов, я так понял, есть резервированные какие-то метатеги, которые за определенные вещи отвечают. Например, это решетка плюс title, решетка плюс автор. Видите, я пишу их в начале каждого воркшопа, чтобы какой-то парсер, который умеет с метатегами работать, мог этот документ распарсить. То есть есть специальные дополнения для языков программирования, всякие мини-библиотеки, есть специальные приложения. Они умеют ваши орговские файлы все считывать и ищут в них метатеги определенные. И на основе метатегов они могут какую-то статистику составлять, сортировать файлы. Ну, то есть это очень удобно. Эти метатеги есть везде в любых файлах в вашей системе. Они хранят время создания файла, время изменения файла, его размер, его экстеншн какой-то. Ну, вот в оргфайле есть внутренний свой метатег определенный. Я еще использую метатег не очень официальный language, то, что на русском это все написано. Ну, и тут я в качестве примера привожу, что бывают метатеги для создания код-блоков, например, beginSrc, endSrc. И есть еще, типа, beginCode, endCode. Вот если мы посмотрим здесь на цитату, да, как переведена цитата оргмода, она просто заключена в два метатега, да, и создает с собой некий блок. Если бы мы работали в Markdown, мы бы писали с вами код-блок вот так, да, какой-то язык. И, ну, почему-то вот такая подсказка вылезла, и вот на этом языке какой-то код дальше идет. В оргмоде мы делаем по-другому. В оргмоде мы делаем код-блок определенный через решетку плюсик, и у нас появляется код-блок. На самом деле не надо зацикливаться на мете, она просто есть, и чтобы она не пугала эти решеточки с плюсиками, это просто очень старый способ мета-информацию приносить через файл. Она есть, и ничего с кем не поделать. Ну, и круто, что может свой мета писать, как без ограничений, тоже очень удобно. Если захочется написать свою внутреннюю базу данных какую-то со знаниями или прочее, это будет очень просто сделать, потому что мета-теги есть. Вот все популярные возможности написания текста в оргмоде. Просто я уверен, что я тут не охвачу весь контент, который вам может оргмод подарить. Поэтому у вас есть три ссылки, да, это офсайт, это интеграция оргмода с другими языками программирования и инструментами, и есть оффдока по самому маркдауну, так называемому, то есть разметке текста. Поэтому, если есть желание, все это можно прочитать, можно углубиться во все это и пойти, и вообще гуглить, что люди могут 40 бенов сделать. Там страшные вещи можно сделать. Можно там хоть графики рисовать на нем, баз данных строить, да, вот как есть популярное приложение Obsidian для хранения второго мозга, так называемого, да, или там есть Zetocaston, это такой фреймворк жизненный по хранению информации. Вот это все можно на орге реализовать, если вы хорошо поищите, вы все это найдете. Хоть там повторяющиеся карточки, то есть не помню, как называется, забыл название, когда ты пишешь что-то на карточке, она тебе раз в какое-то время повторяется, и ты так запоминаешь лучше. То есть это все очень легко реализовать, и для этого есть возможность в оргмоде, я просто их не затрагиваю сегодня. Я сегодня затрону самые базовые, примитивые составления текста, которые вам нужны каждый день. Это текст, это хейдинги, то есть это заглавление, это листы, ну, листы, то есть это списки чего-то, а не точечки, тире, плюсики, цифры, буквы, заглавные буквы с точками, ну, то есть там все списки покажу сегодня. Есть ссылки, ссылки бывают разные, ссылки бывают просто внутри оргмода, то есть мы можем ссылаться как якорь в HTML, можем ссылаться на хейдинги, можем ссылаться на интернет какие-то ресурсы, по HTTP протоколу, по S3 протоколу, думаю, тоже можем ссылаться, ну, то есть все, что можно куда-то отвезти, как ссылку, можно сделать. И на файлы мы тоже можем ссылаться в ссылках. Есть сам маркап, я не уверен, что это значит, но когда мы посмотрим внутрь, мы точно увидим, что это разметка текста. Есть сабскрипт и суперскрипт, это как в математике, да, когда у нас какие-то цифры над другими цифрами находятся, как степени, и есть цифры, которые внизу, как у логарифма, например, вот эти надписи находятся, это тоже можно сделать в оргмоде, это очень актуально при экспорте файлов, ну и таблички, собственно, да, то есть как бы это вот такой набор джентльмена для систематизации вашей информации, которого хватит просто за глаза, то есть я вот, когда с оргмодом познакомился, первые пару месяцев я жил вообще в раю, мне хватало того, что у меня есть заголовки, и все, мне прям хватало, то есть я мог систематизировать все, что я хочу себе. Вот, давайте начнем с простого, это текст, ну вот тут просто вор и мыпсом пошел, разбитый по параграфам, как бы ничего сверхъестественного, тем не менее, вот он читаемый, да, то есть у нас идет один параграф, который какую-то семантику свою несет, идет еще один параграф и еще один параграф, простой текст, как если бы просто открыли документик, давайте, я не буду мелочиться, и пойду здесь писать свой вор и мыпсом, да, вот мы пишем текст просто как бы, в оргге то же самое. Есть хейдинги, это заголовки, и здесь они в отличие от HTML не ограничены, то есть давайте мы свернем весь файл и увидим, что у нас здесь заголовки первого порядка идут, вот они, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь заголовков первого порядка. Внутри них есть другие заголовки, давайте так, главное попасть еще. Это заголовок второго порядка, потому что он содержит две звездочки, согласны? Это заголовок третьего порядка, потому что он содержит три звездочки, это заголовок четвертого порядка, потому что он содержит четыре звездочки, у пятого пять звездочек, у шестого шесть звездочек и у седьмого, чтобы вы думали, семь звезд. Мне еще нравится, как по дефолту выглядят звездочки в оргмоде, мне нравится мод, который превращает их в какие-то символы, поэтому я использую буллетс мод, и он превращает заголовки в специальный символ со специальной расцветкой, чтобы я проще ориентировался, на каком уровне вложности я нахожусь сейчас. И все, что написано под заголовком какого-то уровня, оно будет в него вложено с отступами. Вам не надо об этом думать, они автоматически появляются. То есть вот у меня heading, я нажимаю здесь какую-то клавишу свою и начинаю текст писать. Здесь я нажимаю клавишу, начинаю писать текст. И видите, у меня здесь нет возможности отступ сломать самостоятельно. То есть оргмод, он занимается тем, чтобы отодвигать текст. Если мы сделаем здесь plain text, надеюсь у меня ничего не сломается. По-моему, fundamental mode это называется. Мы увидим, что это просто текст. То есть специальная программа в Emacs распарсила этот текст по определенным тегам и его отступила сама. Я не буду сейчас отступы поломать, я вернусь в оргмод. И у меня отступы снова все отступились сами. Давайте еще раз закроем все. Так, вам понятна концепция заголовков? Потому что как бы, ну, вот у нас весь файл сейчас на них строится. Это все заголовки разного порядка, разной расцветки. И они все несут в себе какой-то контент. Весь контент написанный под заголовком, он идет строго под ним. Да, понятно. А вот ты оргмод нажал, ты можешь в любом файле, даже если он не заканчивается на орг. Да. Это фишка Emacs. То есть если у тебя есть какой-то мажорный мод, установленный в Emacs, ты можешь любой файл, независимо от его расширения, настоящего превратить по своему усмотрению. Допустим, я зашел в Scratch. Это виртуальный буфер, да, пустой, который к файлу не относится никакому. У него есть сейчас фундамент в моде, просто текст. Но если я сделаю здесь оргмод и поставлю заголовок, как видите, он уже подсветился, я готов здесь что-то писать. И могу вот так еще писать. Поскольку мы работаем в орге, и он предназначен для простой систематизации текста, у нас есть возможность горячивать клавишами и еще и рефакторить текст. Допустим, это заголовок третьего порядка, у него три звездочки. Чтобы сделать из него четвертый порядок, я не буду дописывать звездочку, я нажму клавишу Alt или Option и стрелочку вправо. И он станет заголовком четвертого порядка. Еще раз вправо, станет заголовком пятого. Точно так же я могу его двигать и уменьшать ему порядок. Это понятно. Точно так же, если мне нужен еще один заголовок третьего порядка, я нажму просто клавишу Alt и Enter. И он мне создаст его. Мне не надо это руками писать. То есть все на горячих клавишах, это GMAX. И очень удобно это форматировать все. То есть я вот что-то здесь подумал. Если заголовки одного порядка, я могу слабо их перемещать между друг другом. И как видите, они сохраняют ложность. Это очень удобно. То есть я могу целые блоки здесь местами менять. И у меня из-за этого контент никак не караптится. Это волшебство какое-то. После обычных файлов. Я хейдинги здесь оставлю так, как есть. Я потом их потру просто в магите, чтобы это не пролезло в репозиторий. Дальше мы переходим к спискам. Списки разного вида. То есть это просто их визуальное оформление. Это может быть черточка, это может быть плюсик, это могут быть цифры. И я разделил их через два отступа, через две строки. Так список понимает, что снизу от него находится не связанный с ним список. Если бы они были в одну строчку, то они бы считались одним списком. А форматирование применялось бы к обоим сразу. Собственно, какие опции у меня есть? Я здесь точно так же через Alt могу ложность менять. Могу двигать список глубже и глубже, да, делать его. Я могу менять здесь у списка через клавишу Shift, я могу ему менять вариант списка. То есть вот он изначально идет у меня минус. Я нажимаю Shift, стрелочку вправо или влево, и начинаю ему менять вариант списка. Очень удобно. Если у вас много списков, и они сливаются друг с другом почему-то, то вы просто вот так проходите и через Shift их меняете все. Очень удобно. Тут посчитали, что тут ложность нужна, и она подтянулась. Да, вот так выглядит ложность. Точно так же через Alt-Enter у меня работает добавление нового элемента, сколько я захочу, да. И, собственно, все меняется прекрасно. Очень удобно. Если вы пишете много документации какой-то, это просто какая-то манна небесная. Учитывая то, что у вас еще код-блоки красивые будут, вы скоро на них посмотрите. Это прям волшебство какое-то. Вы написали один заголовок, написали к нему список, поняли, что этот список, он состоит из двух списков. Просто нажали там ему Alt вправо, он поменялся. Сделали ему дополнительный отступ, стало все еще круче. Потом добавили код-блок туда и поняли, что, блин, вот он должен на 50 строчек выше находиться. Свернули код-блок через Tab, подвинули его просто наверх и все. Развернули, и вы работаете с ним дальше. В принципе, можно и без разворачивания двигать, просто не очень понятно, что происходит. Понятно со списками все? Ну вот, я за рефактору при вас только что их. Еще важный момент. Смотрите, допустим, меня не устраивает второй пункт, он мне не нужен, я его удаляю, и он сам за меня пересчитал список. Очень удобно. Ничего не поломалось нигде. То есть я вообще форматированием не занимаюсь. Вы посмотрите, я нигде не прожимаю Tab, чтобы отформатировать строчки, пробелы не прожимаю, не выставляю какие-то дополнительные отступы, не слезу за тем, чтобы строка точно перенеслась. Меня не волнует, а точно ли сейчас я два пробела поставил в конце строки, чтобы потом Markdown не сломался, потому что он там что-то мне нарисует не так. Не надо написать документ, а потом идти его где-то в браузере открывать, на специальном сайте, со специальным расширением, в код-редакторе, чтобы посмотреть, точно ли он правильно отрендерился, как с Markdown. То есть это вот, не знаю, как у вас, у меня это личная боль постоянно. Я много Markdown очень писал, и он постоянно как-то не так работал, как я хотел. Мне хотелось, чтобы я написал и увидел сразу, что происходит, чтобы я вот-все сразу увидел, чтобы я увидел, как он там нарисовал что-то. Но чаще всего на Post Production приходилось очень много править. Там забыл два пробела, там забыл точку по стейку. Это все очень неинтуитивно. Здесь в Markdown, я считаю, все очень интуитивно. Несколько звездочек равны нескольким уровням вложенности. Да, просто циферки поставили, это уже список. Черточки поставили, уже список не понравилось, нажали Shift и поменяли. Разберемся со ссылками. Все ссылки кликабельные здесь, то есть я просто навожусь на них, нажимаю Enter, и у меня открывается в браузере YouTube. Я нажимаю еще раз Enter, и еще раз YouTube нажимается, потому что, если мы посмотрим, здесь находится внутри ссылка. Я не уверен, что я могу ее показать. Обычно он мне подсказывает снизу, куда ведет ссылка. Ну вот сейчас они обе ведут на YouTube. Я просто их по-разному назвал. Эта ссылка, например, ведет на прошлый воркшоп. И у чуда, смотрите, я сделал ссылку, которая ведет на файл в этой же папке. Она просто идет на workshop2.org. Да, и мы можем быстренько посмотреть прошлый воркшоп. Очень удобно между файлами. То есть, если у вас все файлы в одном месте лежат, с документацией, вы можете делать кросс-файловую систему ссылок. Да? Но если вы используете для этого специализированный инструмент, например, Orgrom или что-то еще, вот он весь на такой концепции построен. У вас каждый документ обязан быть, ну, в идеальном мире, связан с другим таким документом. И поэтому у вас появляется граф такой связи между доками, и вы можете всегда из одного дока в другой перейти, рано или поздно. Очень удобно. Ну и, собственно, можно на хейдинг вернуться. То есть, вот тут, это буквально хейдинг, он может называться по-другому. Если я смотрю, здесь G вроде ничего не поменяется, да. То есть, он все еще ведет на хейдинг. Ну и давайте ради примера создадим здесь еще один элемент списка. Назовем его как-нибудь. Пусть он на лист ведет, да. Node и лист. Ну, что я делаю? Я выделяю его. Нажимаю комбинацию. Это для EmaxDum'а комбинация. Space M отвечает за OrgMode, в OrgMode, собственно. То есть, это при наличии включенного OrgMode, как мажорного мода, мы можем при нажатии Space M получить кейбиднинги для этого мода. Это вот актуально, когда мы прошел воркшоп. Помните, по Emax я рассказывал, как работают кейбиднинги в определенных модах. Здесь вот у меня Space M обычно для кожи значит одно, Space M для Org значит другое. И здесь я нажимаю Space M L, и еще раз L, чтобы линк создать. Он меня спрашивает, куда будет вести линк. У него тут есть куча предефайнов уже каких-то, которые куда-то ведут. Но меня интересует, чтобы он ввел на лист. Поэтому я пишу ему просто название хейдинга, и он в первую очередь его в этом файле посмотрит. Спрашивает description такой же оставить? Давайте еще ему сетный знак его добавим. Вот. Бах, мы перекинулись. То есть, очень просто. Мы только что создали ссылку на еще один заголовок, который в этом файле находится. Если бы это был другой файл, мы просто написали полный путь. Я, кстати, не уверен, работает три релэйти в пути. Но полный путь точно в вашей системе работает. Например, в EMAX это очень удобно делать, если мы посмотрим на второй воркшоп еще раз. Ну, давайте на первый, чтобы ради приличия просто. И я здесь делаю YoungBufferPath. Да, есть такая команда в EMAX, которая копирует нам буфер пас до определенного файла, в котором мы находимся. Я создаю здесь еще один заголовок, пишу ему какой-то там V1 условно, выделяю его с PSMLL, вставляю сюда ссылку, полный путь, и описание ему делаю воркшоп1. Да? Все. Теперь эта ссылка ведет меня в первый воршоп. Только что мы с вами сделали ссылку, потратили на это секунд пять от силы. С ссылками разобрались. Алло-алло. У меня есть вопросик, а как изменить ссылку? Прекущим. Вот, допустим, у тебя стилю YouTube. А, ты хочешь поменять саму ссылку? Да, вот. Я нажимаю SpaceMLL, точно так же, как я создаю ссылку. Да? Точно так же я могу ее редактировать. По-моему, вот так сокращенный YouTube выглядит. Ну вот, она поменялась в любом случае. Даже если я ссылку неправильно ввел, она поменялась. Я просто не помню, как сокращенный YouTube выглядит. Вот, ну, я нажал снова, и она поменялась. Мне вроде бы. Не суть важна. Ссылку можно менять. Ну, вообще, очень много вещей можно, о которых я не рассказываю, потому что я могу о них не знать, или потому что я посчитал, что они не подходят для первого знакомства с сфором модом. То есть там возможности ссылок гораздо шире, чем я рассказываю. А в оригинале, если мы снова фундамета мод посмотрим, они очень похожи на ссылки из маркдауна. Да, у нас есть в квадратных скобках какая-то ссылка, и в квадратных скобках у нас есть описание для нее. Их можно и руками создать. Я просто это не делаю, это очень сложно. У меня комбинация горячая есть, правильно? Зачем мне это руками делать? Так, ссылки всем понятны, раз вопросов нет. Дальше идет маркап. Маркап – это просто выделение текста каким-то особым тегом. Здесь уже я очень много примеров брал с официальной документацией, поэтому я везде прикрепил ссылки, по которым можно перелететь на официальную документацию, почитать, откуда взялся пример и по какому образу и подобию посмотреть. То есть если вы открыли воркшоп, у вас что-то не получилось, а я знаю, что вот сейчас в последнее время многие стали записи открывать и по ним пытаться что-то изучить. Вот я прикрепляю ссылочки теперь и можно по ним пойти посмотреть, да, как с этим работать. У нас есть выделение текста разное, например, код инлайновый, это через стиль, да, выделяется. Вербатим – это я так понял, когда тебе нужно, чтобы нарисовался символ точно так, как он выглядит. Допустим, слэш, чтобы его не съело, как escape символ, а это остался все еще слэш, да, как в примере вот здесь слэш написан. Можно сделать italic.bot, это супер понятно, underline и зачеркнутый текст, да. То есть чтобы сделать код блок инлайновый, надо заключить текст в тильду, да, допустим, я пишу здесь какой-то not-a-pot, вот я заключаю его с одной стороны в тильду и с другой, и он уже подсвечивается, да, это полноценный участник процесса со своей подсветкой. Точно так же в равно заключенный текст это вербатим, в свыше italic, в звездочке bot, в нижней подчеркивании underline, в плюсике это strike true текст. Тоже понятно, да. То есть можно в вашем тексте по смыслу размечать слова, которые вы считаете важными, например. Ну, это мое использование этих мест. В документации это все прекрасно экспортируется. То есть у вас, мы потом дойдем до секции экспорта в другие форматы, но если вы хорошо размечаете текст этими тегами специальными, да, то у вас потом экспортированный файл в формате markdown будет это все содержать. У вас будет и подчеркнуты и бодом слова, и italic, и код блоки. Все у вас будет. Ну, собственно, давайте посмотрим, например, сабскриптов и суперскриптов. Это вот больше для тех, кто хочет использовать emacs для, ну, или не emacs, и workmode для своей какой-то научной деятельности, а на самом деле, оказывается, таких людей очень много, которые пишут какие-то докторские работы или что-то еще, и вот им все нравится, не нравится только то, что им нотации не поддерживаются, их привычные по работе. И, оказывается, для этого тоже решение есть. То есть здесь вот у нас есть особая разметка. Если мы хотим, чтобы циферка была поднята над числом каким-то, то здесь мы используем вот эту стрелочку вверх. Я не помню, она, по-моему, называется циркумфлекс, да, в символах. А если мы хотим, чтобы фраза опущена была под какую-то цифру или под какое-то слово, мы делаем нижнее подчеркивание и в фигурных скобках пишем то, что мы хотим опустить. И само по себе оно не рисуется, если вы будете экспортировать, это учтется при экспорте, если поддерживается в том формате, который вы экспортируете. А если вы хотите это в немаксе посмотреть, вам нужна команда org.togle.preity.entities, которую я выше описал. Вот если мы посмотрим, смотрите, у нас Alpha Centauri и Sun опустились под слова, да, и у нас где-то что-то подняться должно было, но оно не поднялось. Вот я вам клянусь, у меня в прошлый раз восьмерка поднималась. Что-то я где-то поломал и забыл. Но вот суть в том, что так можно делать. Если хотите пользоваться нотацией, то заходите по ссылке просто и читайте про то, как там в гайде написано, что там должно меняться, как должно быть. Давайте еще раз туго сделаем, и все, обратно вернулось. И таблички, собственно. Как делаются таблицы в оргмоде? Давайте попробуем, создадим новый заголовок. example, давайте вот так, даже через option. Этот закроем, и здесь example table сделаем. Чтобы создать таблицу, мне надо поставить вертикальный слэш, написать заголовок, какой-то, который я считаю нужным, потом закрыть и написать еще один заголовок. Ну, допустим, ну, по-моему, с одной колонки уже можно стартовать. Потом я нажимаю tab, когда считаю, что я закончил писать. И у меня автоматически создается таблица. Это очень удобно, да? Я здесь пишу какое-то значение, нажимаю tab, он меня переводит на другую строчку, я пишу какое-то значение, нажимаю tab, и он видит, что это последняя колонка, и автоматически переводит строку. И так я могу делать бесконечно, хоть пустые создавать, хоть что, и я все через tab делаю. Мне надоело, я удалю просто, и все. То есть там есть фишка такая, что если вы все пространство заполните черточками, то он вам сделает еще вот такой разделитель между хейдингом и значениями. Тоже очень удобно. Вот мы с вами создали в текстовом файле простую табличку меньше, чем за 5 секунд снова. Да? Ну и вот она, вот какой-то пример таблички обычно точно так же и создается. Надо вам в документации ссылки какие-то разметить, определения какие-то разметить, может там вы и для себя что-то вставляете. У этих табличек есть продвинутая математика, как в Excel. Я про нее рассказывать не буду, я ей сам отвратительно пользуюсь, но вот у меня там были пару раз периоды, когда мне надо было очень много посчитать, сметы всякие, для покупок что-то я себе считал там долгосрочных. И вот я сидел и не иронично в Emax в WorkMode вел эти все таблички. То есть у меня там и по здоровью я вел, измерение веса, там даты приема, там лекарств, вот это все я тоже вел спокойно и всю статистику собирал совершенно спокойно, то есть не залазя в Excel. Это все у меня было в WorkMode под рукой, но я использую WorkMode каждый день в своей жизни, и у меня почти вся организация в нем происходит, поэтому мне очень удобно, что есть поддержка таких фич здесь. Вот, ну и не все делать руками, поэтому можно разделенные через запятую символы выделить и нажать комбинацию Ctrl-C и вертикальный слэш, и они превратятся в табличку. Это станут хейтинги ваши. Все. Тоже очень удобно. Создавайте таблицы, пользуйтесь таблицами. Если хотите почитать про математику, зайдите на Offsite, почитайте про математику, я в этом не сведущ. Но это можно делать, совершенно точно. Ну, мы разобрались со всеми базовыми возможностями, теперь мы переходим к коду. Есть вопросы какие-то? Олег, а может ты находил режим, где можно скрывать текст как-нибудь там, блюрить его, ну, условно назовем-то так? А мы сейчас же скрываем текст. Вот, я нажимаю ZM комбинацию, и фолдится все. Потому что, как бы, ты можешь копировать, но не видно, когда шаришь экран. Такого нет воркмоде. Ну, я не понимаю, что ты хочешь. Ну, вот смотри, вот сейчас заголовок прозы скрыт у нас, да? Не-не, это я все понимаю. Не-не, смотри, ты хочешь копировать скрытый заголовок? Да. Вот, мы только что скопировали его весь. То есть у нас скопировался текст и то, что внутри, правильно? Да-да-да. А, все. Спасибо. Видишь? Стало на 80 строк больше. Угу, все, понял. Можно. Но скрытие контента не связано с оргмодом. Есть специальный мод, который называется фолд, по-моему. Я не очень знаю, откуда у него ноги растут. Может, даже из Вима. Вот. Я все референсы, которые с ним есть, находил в Виме. И он позволяет скрывать кодблоки всякие. И в том числе оргмодовские умеет скрывать. Я его больше использую для программирования, чтобы мне глаз не замылило большое количество кода, а только заголовки были. Но при этом он сохраняет функциональность. Если ты выделяешь полностью все, да, и копируешь, он его полностью выделит и вставит. В общем, я ответил на этот вопрос, но это не оргмодовская фишка, а фишка, это понятие, которое я использую, называется фолд. в EMAX, по-моему, молчание, по-моему, стоит. Еще вопросы? Ну, нет, так нет. Дальше к коду переходим. И оргмод всегда был не только средством организации информации, plaintext, так называемого, обычного, он еще и замена Jupyter ноутбуку до того, как родился Jupyter ноутбук. Если вы пользовались им, просто вспомните свои ощущения, когда стало понятно, что можно в формате простого текстового файла исполнять Python. Это был, ну, разрыв шаблона для всех, кто тогда пользовался Python. Я когда первый раз, сколько мне было, лет 17, я познакомился с Jupyter ноутбуком, я всегда в консоли писал Python или в редакторе, а тут я мог просто в файле писать код, нажимать выполнить, он выполнялся. Я даже мог его результаты использовать где-то дальше в коде, и меня вот убивал, точнее, только Python здесь доступен для такого исполнения. И вот сейчас я вам рассказываю, что оказывается в WorkMode это очень давно есть. Есть штука такая, как Babyl, это, по-моему, она переводится как Vavilon. У меня ссылка сломалась почему-то. В общем, этот Vavilon, это расширение, которое идет в поставке с OrgMode. Я не нашел, кто его создал, откуда он родилось, какая у него там философия за ним стоит, но я нашел просто, что он есть и что он отлично работает. Этот инструмент позволяет выполнять вам блоки кода прямо в вашем Org-файле. Для этого он требует для каждого конкретного языка, который вы хотите выполнять, набор программ специальных, которые позволяют его выполнять, интерпретаторов или что-то еще. Но если вы этими языками пользуетесь часто, у вас, скорее всего, они на машине и так стоят. Мне очень не нравится то, что ссылка сломалась. Та-дам! Починили ссылку. И ведет она в правильное место, на Babel. Там полная инструкция, как этим пользоваться, если вы хотите почитать. К сожалению, там нету того, что стоит за этой технологией. Там нету истории. И это очень жаль. Я вам уже сказал, что мы можем исполнять блоки кода. Я уже показывал, как их создавать. То, что мы там пишем решетка плюсик begin src, решетка плюсик end src, чтобы блок создать. И вот теперь я представлю вам код на кложа, который я могу выполнить прямо здесь, в оргмоде. Кложа и emacs, и оргмод никак не связаны. Они очень часто вместе употребляются, потому что комьюнити так решила, потому что люди, которые это все используют, им удобно это все вместе. использовать. Они похожи по философии, но нету официально не каноничной никак их связи. Поэтому кложа здесь такой же чужой язык, как питон, как си, как руби какой-нибудь, как си шарп, джава. То есть это все языки, которые к оргмоду никакого отношения не имеют. Но мы можем их здесь выполнять. Я выполняю кложу только потому, что я хочу ее выполнять. Если бы я был питонистом, здесь был бы питон. Если бы я был джавистом, здесь была бы джава. Понимаете, в этих кодблоках. Это все независимое. У меня здесь есть кодблок. Из чего он состоит? Он состоит из начала кодблока, языка, на котором пишется код внутри кодблока. От языка зависит подсветка, зависят подсказки, зависит, ну, собственно, будет ли выполнен этот код. И еще ряд вещей, в которые я погружаться не хочу, потому что я в них недостаточно сведущ. И как только я навожусь на язык, мне сразу предлагается для конкретного языка набор модов. Чем можно результат заменить, можно ли его как-то экспортировать. и там есть ли Tangle, понятия не имею, что это такое. Но WebCash, Session и прочее. Вот, собственно, здесь код на коже, который в три раза выведет рандомное число от нуля до десяти. Я хочу его выполнить. Для этого я нажимаю Ctrl-C, Ctrl-C, чтобы выполнить кодблок. Я уверен, что в Emax Doom есть для этого комбинация своя какая-то. Мне просто привычно так выполнять. И для коже конкретно он предлагает здесь мне стартануть репл, чтобы я мог выполнить код. Все, мы репл стартанули. И теперь, когда я его выполняю, он выводит результат прям вот так. Прям в WorkMode, прям создает MetaTag Results и прям выводит результат выполнения программы. И причем каждый раз разный. Еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. То есть, если вы какой-то исследователь или просто вы любите систематизировать информацию и при этом владеете программированием, вы сели, у вас много кусочков кода, которые легко выполнить, и вы хотите сделать из них какой-то мини-доклад, например, если вы присутствовали на первых встречах по кложе, вы вспомните, как много концепций там показывалось код-блоками. То есть, мы там во втором воркшопе или в третьем мы почти все исполняли в код-блоках. То есть, я пишу пример на кложе и тут же его исполняю, сразу же видно результат, видно все типы, все видно. То есть, это очень удобно. Если вы готовите какой-то доклад, которым надо что-то показывать интерактивное, и, допустим, вас не устраивает текущие инструменты, которые у вас есть, воркмод, это отличный вариант, как это исполнить все. Потому что воркмод позволяет сочетать вообще все технологии, до которых можно дотянуться. Потом, вот ниже, сейчас есть два примера, я буду сочетать баш с кложей, я буду сочетать питон с кложей в одном секционном блоке, в одном хейдинге. Давайте посмотрим простой пример, как можно несколько выводов соединить. Вот здесь у меня есть имя для кодблока, я называю его pvd-звездочка, pring working directory, правильно? Это башовый кодблок, и я его кэширую просто потому, что я захотел его кэшировать, в этом особо необходимости и кой нет, я просто разбирался с тем, как это работает. Я его исполняю, для баши мне не надо виртуальную машину поднимать, потому что я ему могу из системы дернуть. И сколько бы раз я его не выполнил, он вернет одно и то же в моя рабочая директория, в которой я выполняю этот кодблок. Это, собственно, моя домашняя директория, воркшопы и папка e-max, если мы все равно здесь, мы в ней находимся, просто мы находимся в файле workshop3.org, а он мне вводит всю директорию. Я указал его имя, и, следовательно, результат его выполнения он доступен по его имени. Следующий кодблок на клоше, не важно, как он называется, важно то, что я ему переменной указываю результат выполнения предыдущего блока. Вот pvd выполнился, эта строчка положилась в него, и я могу до него достучаться. Я создаю себе для кодблока временную переменную, называю ее dir, директория, и теперь я в клоше коде использую эту директорию, чтобы прочитать весь файл. То есть я составляю сначала ссылку до файла, текстовую, по ней я считываю весь файл в оператив клоше, да, беру оттуда ровно 29 символов первых, потому что это вот столько занимает строка тайтловая, вот это. Я бы мог его по-другому взять, я бы мог там считать построчно, я просто не хотел париться с этим, мне проще было заслюрпить посылки и взять эту 29 символов. Вот, и вот так я получаю emax.doom.workshop3, то есть надпись из начала кода. Давайте сделаем здесь не 3, а 4, а здесь вместо doom, а ничего не сделаем, интересно, сломается или нет. Давайте, сохраняю, возвращаюсь к кодблоку, и у меня меняется это все. Ему не хватило здесь, то есть он взял какие-то дополнительные символы, он захватил, наверное, часть другой строки. Но суть в том, что он динамически сейчас это сделал. То есть мы написали программу, которая одновременно и с башом работает, и с кложей, и все это в орг документе способно хранить результаты и динамически их переисполнять. Да, как юпитер ноутбук, только при этом у меня языков больше и поддержка Unix экосистемы больше в этом случае. Этот пример понятен? Алло. Да, понятно. И у вас нет вопроса? Вопросы? Я у себя в голове там, что как это использовать для себя. Я таким пока не занимаюсь. Чисто там по записям, по вот этим вот отступом. А вот эти вещи не пробовал еще. Вот из интересного, как мне кодбоки пригодились уже много раз, я пишу всю документацию для проектов в work файлах. И я пишу кодбоки полноценные. И то есть, если обычному человеку он читает документацию, ему надо скопировать это куда-то, вставить, там часть у него идет в баш, часть какую-то программу идет, я могу просто кодбок выполнить. И у меня это все применится. Например, Bootstrap для моего текущего проекта на коже, на работе, он написан в оргмоде, да, оригинальный. То есть, и у меня есть этот оригинальный в оргмоде, я могу его просто тыкнуть, он выполнится, у меня подставятся все переменные, у меня удалятся, создадутся все папки в проекте, и там все зависимости автоматически скачаются. Вот она одновременно. И документация, я могу это выполнять. То есть, в минусе тут только человек, который оргмодом не пользуется, потому что у него такой возможности нет. У меня есть. Или, если вы исследуете, опять же, у вас все вычисления всегда перед вами. Это очень удобно. То есть, я вот на коже пишу, мне это не особо актуально. То есть, я могу на коже исследовать. У меня есть все инструменты для этого, чтобы в репли копаться, да. Но если бы я писал на другом языке каком-то, вот я сейчас активно на Rusty пишу, и там прям головная боль для меня, то, что не хватает интерактивности. И на Rusty я вам не буду показывать свои проекты личные, да. Но я сейчас занимаюсь геймдевом, и у меня там просто такой оргфайл огромный, и там столько кодблоков, там страшно подумать, сколько всего на нем рендерится. И он очень помогает мне, чтобы понять, как работает там рендер 3D-моделей каких-то, да, как работают полигоны, как точки строятся в пространстве, сколько это все сжирает у меня производительность. Это все я могу измерить через торгмод, это все я описываю кодблоками. Очень полезно, да. Все в ваших руках, главное возможность иметь. И давайте последний пример рассмотрим. Вообще сумасшедший, я потратил на него минут 40, потому что я пытался понять, как он вообще способен это передавать все между собой. У нас есть кодблок на питоне, вот AmbiguousRCA Python, это обычный лист comprehension, который там range 10 x возвращает, ну то есть от 0 до 10 возвращает лист. Просто питоновский range, он какую-то ленивую коллекцию возвращает, насколько я понимаю, а мне надо было прям лист вернуть, чтобы я мог его использовать как код. Вот. И это по имени питон собственно исполняется, возвращается вот такой лист, давайте выполним его. Все прекрасно. Снизу пишется оповещение, сколько это заняло. 0,1 секунду. То есть достаточно производительно еще работают кодблоки в WorkMode. Вот такой результат вернулся, казалось бы, что с ним делать. А на деле это обычный список элементов, которые можно запихнуть в другой язык. Я пишу здесь для кложи. Мне, пожалуйста, переменную Python запихни в переменную P, и результ питона на выводе, точнее, результ скложи на выводе сделай мне вербатим, то есть как они есть. Не пытайся их скастить в WorkMode-овский режим, потому что вот фиолетовый результат это на самом деле не то, что вернул Python, это то, что вернул Python и WorkMode переживал, чтобы это как-то кинуть еще дальше по цепочке выполнений. То есть если мы здесь ему сделаем результ свербатим, у него будет другой результат совершенно. Вот такой будет, да? То есть это вот так Python вернул нам список от 0 до 9 через запятые. Давайте еще раз. Вот так он вернул нам его просто. Ну и собственно в коже я могу пройти список из Python. Видите, P ссылается на Python. И могу инкрементировать его. Все. Вот так я сейчас два скрипта из разных языков подружил между собой через текстовый формат WorkMode. То есть я здесь просто текст пишу, редактирую, просто у меня какие-то хейдинги и бах, у меня два кодблока, два языка совместно работают. Была бы фантазия у вас. Любые два языка можно подружить, если посмотреть какие там у них параметры входных данных. Вам никто не запрещает результат из одного языка вкастить в строку и распарсить его, эту строку, в другом языке. То есть здесь я прям нативно это все передаю. Но если вам не имется, вы можете из одного языка возвращать JSON и в другом языке JSON этот пережевывать. Это ультимативный формат передачи данных сейчас JSON. И он способен вам вообще во всех языках помочь. То есть я спокойно бы здесь если бы хотелось с Java работать еще, я бы из кожи, я пытался из кожи с Java подружить вот этот output. У меня просто времени на это не хватило. Я уверен, что это можно сделать как-то. Но если бы я хотел быстро это сделать, я бы скастил результаты из кожи в JSON в строку обычно, вернул здесь обычную строку и переживал бы ее о Java спокойно, да, каким-то, у вас же там есть парсер для JSON 100%? переживал бы ее и сделал себе структуру какие-нибудь, какое-нибудь вычисление сделал, потом бы я бы спокойно снова скастил в JSON, выкинул и там голландом бы съел, да, или раз там. И вот у меня было в цепотике четыре языка. Но опять же, это абсолютно неадекватный пример для такого маленького воркшопа, как у нас сейчас. Понятно, что мы сделали? Нет, ну так ты даже все-таки с криптовыми языками ты сейчас тут Java компилировать там. Да, он создаст тебе в папке, где ты воркмонах занимаешься файлик. .class и .java создаст, я что-то такое точно видел. Что мы гадаем-то с тобой? Давай не будем результаты передавать, но мы просто кодблок на Java напишем. int x равно 10. Это вот мой любимый пример на Java, очень простой. Был бы весь код на Java такой. Вот, и он мне говорит, что у меня здесь чего-то не хватает. Я совершенно не понимаю, почему, потому что в прошлый раз он работал. А потому что он говорит, из программы нету returning state. Так. Incompatible types unexpected return value. Понятия не имею, что это значит. не знаю, обычно же надо как это main там или что-то вообще что-то такое непонятно. А, то есть он мне пока я не функцию main делал, он не вернет, да? Давайте у нас... Нету входной точки, с чего он тебя возвращает, это же не просто не функция, это просто строчки набираешь. А как там... Или какой-нибудь shell. А там... Нет, полноценный Java. А как надо void типа main писать? Я просто не знаю, как main function в Java выглядит обычно. У нас есть ли это 5 минут? Давайте попробуем написать на Java. public static void. Вот такой? public static void. Так. И тут я могу написать int x равно 10 и меня надо return x сделать, да? Чтобы он результат вернул. Здесь void, вот ничего не обязательно возвращать. Интересно, как он результат меня тогда напишет? Ничего не напишет. У тебя же void. А мне надо int сделать? Нет, нет, видишь, void ничего не возвращает. Вот так будет возвращать? Да, будет так. А надо точку за пятой стоять после x? Да. Говорит, already defined, говорит, значит, надо снести файл ему. А, он его типа уже записал? Закэшировал, да. Workshops, emacs. Если посмотришь, вот тут есть main class с Java, да? Ага, о, ничего, прикольно. А, то есть он его просто сразу по умолчанию создает именно main class. Все в него впихает. Не надо какие-то настройки добавлять. Блин, вот я криво сделал, он закэшировал уже как-то. А без main никак не создать. Он не выполнится, В дживо другой напиши что угодно. Смотри. Success. Success, да. Это ты просто создал вот функцию, грубо говоря, метод. Но я ее не вызывал, да? Еще? Ты его никуда не вызывал. Но мне надо обязательно main иметь, чтобы вызвать его. Или не надо? Вот я не знаю, но если это main новый класс, как оно работает, я не знаю, что там внутри, там классик у тебя сохранено. Вот. Что он делает? Валит метод declaration, да? Ё-моё, как сложно на Java писать. Как вы на ней вообще работаете? Почему нельзя просто писать? Там вот это все. Вот так. Отдельно передать туда, ага, документы. Все правильно. Блин, почему-то он не пишет результат. А может, он никуда не пишет, он его просто returnal, и все. Ну, нет, 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 он тебе куда напишет, то он же не печатаете в конце. Консоль. А что, вот по-моему, принты... System out, system out, этот, набирай. По-моему, принты нет, не работает. Консоль. Java system out. Out print land, да. Угу. Вот. Вот эту вот команду, которую, да, сделать. Передай в нее результат этой, да. А так можно? Он имеет first class functions? Да, смотри, работает. А у меня в других языках принты не работали, то есть он мне принт не возвращал как результат. Видимо, тот, кто написал расширение для Java, для Babyl, он сделал так, что принты, типа, они как результат приходят. Но это же круто. Смотри, мы сейчас на Java писали. В реальном времени. Потому что, да, у тебя стартовая точка, она как бы по умолчанию вводит. Ну, ты можешь попробовать ее, конечно, не знаю, int не будет, наверное, Это на C, наверное, там только если. Ну, смотри, Java, вот она, кодблоки прям. Написали и выполнили. это же, получается, тебе придется еще запихивать туда всего подряд. Это потому, что я не знаю Java, скорее всего, у нас такой казус получился. То есть, если бы там был, ну, на коже, например, я в кодблоках постоянно фигачу, и все, можно там скрипты описывать. Такого же. Ну, там-то понятно, конечно, репл. Ладно, я надеюсь, я донес суть, что вот у нас такой, типа, простор для интерактива есть, и можно, что хочешь делать вообще с этим. то есть, если вы поймете, как этот результат выбросить куда-то еще дальше по цепочке, то есть, можно вообще цепочки строить огромный из кодблоков. Ууу, какой блок неприятный был для меня. У нас уже прошел час, я никого не держу, если кто-то хочет идти. Вот, а у нас осталось еще три пункта. Самая важная часть для людей, которые занимаются вот планированием, той темой, которую мы обсуждали в самом начале, я говорил про то, что я видел у многих коллег и у многих людей просто вот это судорожное желание быстро записать куда-то текст. И выше мы определили, каким методом мы это можем делать, но я не показывал примеры. Давайте рассмотрим примеры того, как систематизировать ваши задачи, текущие друг с другом. Вот, допустим, это что у нас? Это заголовок второго порядка. У него какой-то тег есть. Да? Теги можно выставить через space.mt и тут выбрать один из тех, который вам интересен. Да, я могу поставить здесь idea какую-нибудь, но я поставлю project. Это мой проект. Да? У меня здесь есть задачи. Здесь уже есть какие-то задачи. У меня здесь три to do задачи, одна idea задача и одна на холде стоит в бэклоге. Я хочу еще одну. Что я делаю? Нажимаю option и enter, как мы заголовок новый создаем. Я пишу здесь какой-то там new task, например. и ё-моё. И теперь я знаю, что это будет задача, которую сделать надо. Это ту-ду задача. Я нажимаю space.mt У меня появляется список и тут ту. Я нажимаю t. Согласны? Вот она, новая задача появилась. То есть у меня видно четко в моем проекте какие задачи я хочу сделать. То есть я пишу не вот так. Давайте скрэч откроем снова. Давайте я пишу не вот так. new task at Friday какой-нибудь или там новая задача от пятницы что-то такое там с таким-то описанием. Я просто здесь создаю задачу и начинаю в нее офигачить описание какое-то. Если мне нужно там поставить ей таймстэмп какой-то, что вот допустим у нее дедлайн в пятницу. Я пишу здесь org дедлайн и следующая пятница у нас это 27 число. Правильно? Видите, я могу через shift стрелочками выбирать дату. Видно? Я ставлю здесь 27 число. Он предлагает мне сразу что-то написать здесь. Дата плюс время. Давайте напишем что 18.00 18.00 Здесь мы просто пишем а стрелочками мы выбираем дату. 27 числа 18.00 у меня дедлайн по этой задаче. Правильно? Все. Я поставил дедлайн. Его четко видно. Я поставил что это to do ее надо сделать. То есть когда я нажму на to do enter она сделается как done. То есть это очень удобно прокликать задачи просто и разметить что не done. Это еще одна фишка оргмода интерактивности. Окей. И все. Я добавил ее. Мы потом разберемся как трекать задачи с которыми у вас стоят дедлайны. Вот следующие буквально там адженды это уже про вот эту историю. О, даже вот идея О, так тут все enter можно пометить. Ребята, это вообще сказка. Можно бы все задачи выполнить. Я думал только эти. И можно весь проект выполнить. Но если у вас хотя бы одна задача из проекта не выполнена он не даст вам весь проект закрыть. Тоже очень удобно. Давайте посмотрим какие бывают варианты. Здесь у меня видите решетка А, П, С они разный цвет имеют. Это потому что я могу задачи выставить разный приоритет. Делается это через shift и стрелочку вверх-вниз. То есть Б это средний приоритет С это ну такой нормальный приоритет и А это горит горит срочно надо делать. Вот. Их может быть больше. Для этого вам надо будет пойти в свой emax.config в переменных орг разметить там какие вы хотите сделать. Вы хотите поменять все цвета для текущих тегов. Вы хотите может добавить новые теги. То есть я видел как люди делают в work mode себе у них там может быть 10 вариантов срочности какой-нибудь. Вот. И они там себе эмоджи вообще фигачить могут. Не только буквы. То есть это все на ваше усмотрение. Ну и собственно по-моему от этого можно отказаться вообще. Если у вас ниже C приоритет то он просто стирается. Это очень удобно. Еще давайте разберемся с чекбоксами. То есть задача у нас не всегда и записание состоит из какого-то. У них может быть еще и ряд шагов которые надо сделать. Собственно через комбинацию Ctrl-C, Ctrl-C можно вот такой чекбокс отметить то что он выполнен. Тварь чекбокса выполняет полностью задачу. Потому что у нас их всего два здесь. Давайте создадим задачу новую. Напишем ей чекбокс. Создадим лист новый. Это можно сделать по-другому. Это можно сделать вот так по-моему. Блин, нам как-то можно было комбинацией добавить чекбокс. Но я всегда руками пишу. Не знаю, так быстрее получается просто. Вот. И мы добавили чекбокс. Да? Я его скопировать могу там несколько раз. И здесь я напишу A, B, C, D, E, F. Согласны? Но здесь я когда выделяю у меня ничего не происходит. Они просто выделяются и у меня задача сама никак не оповеститься о том, что все чекбоксы выполнены здесь. Поэтому мне надо здесь после заголовка написать квадратные скобки и в них я ставлю либо слэш, если я хочу считать задачи по количеству, либо процент, если я хочу в процентах считать выполнение задачи. И вот так у меня будет 100%, допустим. Да? И это могу динамически менять, насколько я знаю. Давайте. Ставлю слэш, выполняю, и у меня 4,6. Очень удобно. То есть, опять же, все списки, которые я себе делаю на выполнение, все тудушки у меня с чекбоксами. Это очень удобно, особенно, когда у вас там в конце проекта стоит это все. Я не уверен, будет ли тут работать эта штука. Нет, не работает. То есть, оно только с чекбоксами сочетается. Но там, по-моему, есть, опять же, свои какие-то хаки, чтобы весь проект можно было оттрекать. Либо у вас там все на чекбоксах будет, что тоже реально сделать, либо на тудушках. Вот. Ну и, собственно, давайте medium task посмотрим. Он, как в примере, здесь у нас что имеется? У нас имеются вложенные чекбоксы. Это, опять же, списки, да? Они вложенные, они имеют чекбоксы. При выделении чекбокса саб-список полностью заполняется, следовательно, его родитель считается выполненным. Как только его родитель считается выполненным, у нас процент растет общий, и вот так мы можем до 100 закрыть процентов. Не очень сложно, правильно? Прикольно. И можно двигать их. То есть, вот так, например, еще будет. Вложность неограничена. В вашей фантазии только, если. Все. И, опять же, я не могу отметить родителя, пока его дети не отмечены. Это тоже очень удобно, помогает не путаться нигде. И я вот это не смог бы... То есть, я считаю, что вот это организационные, организационные возможности оргмода, они вот киллер-фича его, потому что я этого больше нигде не видел. это надо либо специальную программу ставить, либо, ну, Emax тоже надо ставить. Я имею в виду специальную программу для составления прям списков каких-то отдельных, там в Notion какой-то заходить, как-то там еще... Недавно я нашел слайд какой-то есть, где-то с чикбоксами что-то представлять надо. А тут просто я написал текст, он автоматически трансформировался, потому что у меня такой мод есть в редакторе, я могу сидеть и уже себе джигру создавать руками. Опять же, вернемся к моему опыту геймдева, там очень много задач, у меня... Я вообще их не понимаю, то есть там большую часть я... Ну, мне очень трудно понять, и поэтому приходится декомпозировать очень много. И там каждая задача, она представляет собой примерно такой список из кучи чикбоксов, которые я понял или не понял. На верхнем уровне они с собой тудушки представляют. Как только я могу закрыть задачу, я иду дальше. Это очень помогает держать прогресс. Да? Вот сейчас мы занимаемся на работе кложей, да? И в качестве обучения кложи с байзитом мы используем такую же систему. То есть мы не упариваемся так сильно в туду, да? Project и прочее, но у нас чикбоксы используются, кодблоки используются, заголовки используются, и вот все там базовые механики, сильно помогают держать прогресс. Это очень удобно рефакторить, это очень удобно обратную связь давать по этому, то есть можно код-ревью устроить по оргмоду вот этому, то есть там все умозаключения человека очень сразу понятно становится, да? То есть если ты не можешь систематизированную информацию описать о какой-то проблеме, ты не понимаешь эту проблему. Если ты понимаешь, ты можешь описать. И в процессе написания ты еще лучше узнаешь, то есть все мои воркшопы в оргмоде сделаны, и я вот в процессе каждого воркшопа я еще лучше изучаю технологии, которые я показываю, да? И поэтому сейчас мы изучаем оргмод, потому что за все время, пока я вам показывал, я его освоил на таком уровне, чтобы о нем рассказывать, да? То есть как бы еще тут важный момент пришел. Не только в мета, в мета такой плоскости, где мы о знаниях говорим, но еще и в прикладной области, где мы о технологиях говорим обычных. Вот. Ну и мы разобрались с планированием. Давайте разберемся с аджендой. Вот здесь мы, если вспомните, вставили в новой task is a deadline, да? И мы же можем забыть про него, то, что он где-то там воткнут. Хотелось бы, чтобы мы какой-то дешборд собирали об этом. Давайте попробуем выполнить MetaX agenda. Это org agenda. Здесь он предлагает кучу вариантов на текущую неделю или не на текущую неделю, на следующую, только тутушки, что-то еще. Ну, то есть я всегда нажимаю просто, чтобы посмотреть. Вот. И здесь мы не находим, скорее всего, нашу, нашу адженду, которую мы добавили, потому что адженда не очень интуитивно, понятно, работает. Там надо через конфиг в нее файлы добавлять, да? Я сам, если честно, не очень хорошо понимаю, я только на этой неделе с ней познакомился, но это способ ваш посмотреть все включения времени в вашем оргфайле. То есть если вы все делаете по уму, если вы сели, у вас там есть там папка с оргфайлами, вы добавили каждый оргфайл из этой папки в конфиге, чтобы у вас это все трекалось динамически, то у вас адженда автоматически это все подтянет, и вы сможете открывать дашборд, у вас там будет написано время, даты, у вас будет там все написано, да? У меня сейчас такого нет. Ну, я, по-моему, добавлял как-то вот так. Адженда, что там, файл. Вот так. Сохраним. И у меня ничего не появилось. Блин, почему-то оно не работает. Ну, опять же, из адженды можно прыгать, и он даже вот какие-то задачи отсюда подтянул, видите, тудушки, с определенным временем он подтянул, но не последнюю. Я, если честно, не понимаю, почему так работает. Может, он что-то где-то закэшировал, может, я просто не так что-то нажал. Я думаю, если вы пройдете мануал, посмотрите какое-то специализированное видео, там есть англоязычное видео, не очень продолжительное по адженде, и вот они рассказывают именно о том, как синхронизировать дедлайны, можно всякие календари себе строить из адженды, то есть это достаточно объемная тема, которую я не очень хорошо понимаю, чтобы они классно рассказать. Вот у меня даже сейчас не получилось. Давайте попробуем, попробуем создать файл. Какой-то example.org Вот. Это оргмод. Мы создаем себе какой-то туду, да, но мы не пишем туду, мы пишем ему название какое-то. Паук Виз Эй какой-нибудь, да, какой-то человек. Можно просто поставить ему туду через PSMT, это туду будет наше. Давайте просто ему дедлайн. Сегодня 20-е число, давайте поставим 21-е и давайте поставим 18 часов опять. Все, дедлайн проставился. Так. Есть ли он у нас здесь в адженде? Нету. Так, можно ли как-то его добавить? Вот. Замечательно. Видимо, у меня что-то где-то закэшировалось в редакторе и он не хотел показывать. Сейчас давайте посмотрим только на этой неделе. Интересно, он покажет? Вот, замечательно. Только на этой неделе без каких-то посторонних файлов. И здесь в адженде что мы видим? У нас тьюзды, 17 октября у меня расписано, что мне надо с кем-то поговорить, тоже визэй, да, видимо, я часто разговариваю с ним, у него есть приоритет свой, и мы смотрим на файл V3, да, то есть мы Enter нажимаем, он у нас переносит к этому месту, очень удобно посмотреть, там есть какое-то глубинное описание для этого всего, вот, и мы поставили себе Deadline, и он нам пишет, что 21 октября, 18 часов, у нас Deadline на такую-то задачу. Мы нажимаем Enter, и мы переходим к этой задаче. Давайте еще одну попробуем создать. Там ей тоже ту-ду, только не Deadline, а давайте Time Stamp пахнем, а то меня Deadline раздражает. Давайте 22 числа. Сохраняем файл, потянет ли он автоматически в Agenda. Да, смотрите, вот, видимо, он не закешировал этот файл еще. У меня 22 числа в оргфайле Example стоит Time Stamp на то, что я должен что-то сделать. Я могу зайти посмотреть, да, и вот теперь мы можем, когда мы посмотрели на примеры, можем отскалировать это на нашу производительность обычную, на то, как мы ведем дела с вами, да, то есть мы уже поняли, что в оргмоде мы можем организационно записывать наши заметки, чтобы они просто были красиво разложены по хейдингам, мы можем оформлять рядом с ними кодблоки, чтобы сразу к нашим словам подкреплялось кодом что-то, или какими-то еще заключениями, можем делать ссылки, и мы можем сделать себе дашборды из того, как мы ставим время на эти заметки, то есть у нас, у нас многие коллеги, они же занимаются менеджментом еще, да, им постоянно с кем-то надо разговаривать, на какие-то встречи приходить, и не все из этого влезает в календари, потому что не все из этого удается вовремя поставить туда, и это все хранится в маленьких документиках, где-то, да, в переписках в Телеграме, где-то еще хранится, но если мы освоим адженду и вот такое прожектирование в оргмоде, то можно будет это все здесь размечать, и эти файлы, они все всегда с вами, они всегда точно так же, как ваш Телеграм, лежат где-то в файлах, но их большой плюс в том, что эти файлы можно в гид положить, если мы посмотрим, у меня все это в гиде лежит, да, и все изменения можно трекать, то есть это получается как репозиторий у вас еще дополнительный, это простой текст, поэтому он очень маленький, весит мало, да, очень дешево перемещать, и вы можете его не только версиями покрывать, вы можете его еще между устройствами легко перемещать, да, то есть как бы все еще не Телеграм, потому что Телеграм удобнее, но при этом для производительности с текстом это прям большой плюс, вот, ну, как бы, тут все зависит от вас, на насколько глубоко вы готовы залезть в это, если вам понравится это, я думаю, очень глубоко, потому что, опять же, я вот этим всем пользуюсь почти каждый день, вот, и экспорт, это все можно экспортировать, то есть у нас это не заслуга, опять же, орг, в том, что можно экспортировать файлы, это заслуга пандока, пандока, это такое, типа, такой инструмент, который способен экспортировать все во все, да, то есть можно орг файл экспортировать в Markdown, в PDF, в docx, и вот я часто пишу в орге документацию, и чтобы, допустим, ее в какой-то конфлюент залить, они принимают в конфлюенте только docx документы, и я просто делаю из орга docx документ, и экспортирую, несколько раз я так документацию уже экспортировал, это работает в обратную сторону, пандок умеет экспортировать docx файлы в орг, да, мы работаем с какой-то там госструктурой, и они обожают в качестве docx документацию держать, мы просто переводим docx в орг, и читаем его здесь, редактируем, поддерживаем, и все хорошо у нас, прекрасно, вот, ну и тут я привожу примеры, я особо их исполнять не хочу, но я сегодня вроде что-то подобное делал, давайте попробуем, пандок, и вот, например, я перегонял текущий воркшоп в PDF, но у меня Mac, я вот последний раз пандоком занимался прям хорошо на Linux, и у меня там были настроены все шрифты и все переводы для PDF, и тут он пишет, видите, что он кучу русских букв не смог транслитивировать, он не смог в моем шрифте дофолтном найти для них символы Unicode, и он не смог просто русские буквы отрендерить, но сам PDF он сделал, да, вот он, V3 PDF, если я напишу здесь Open, то у меня откроется этот воркшоп, да, тут четыре, потому что я для кода менял, тут русские буквы пропали, но при этом, посмотрите, остались заголовки, остались какие-то там сноски с выделением текста, и сейчас кодблоки посмотрим, вот таблички как выглядят, и кодблоки, вот они, прекрасные, совершенные кодблоки, с которыми можно что-то даже сделать, так, давайте, у меня одно время было, я прям занимался тем, чтобы воркшопы, они еще в PDF-ках лежали, если мы посмотрим в репы, то там мы найдем PDF-ки, вот, допустим, они все лежат воркшопы, тут папочка PDF, и я его пандоком делал, то есть это был оргмод файл, а стал пандок файл, и я вот его делал на линуксе, поэтому он отлично отрендерился, прямо он выглядит как книжка, да, вот он со специальным шрифтом, и здесь кодблоки, и русский язык, то есть вы можете сделать не просто документацию, вы можете сделать документацию в формате PDF, которая выглядит на порядок дороже и лучше, чем она на самом деле есть, и это может тоже решающим фактором для вас быть, но это уже реклама пандока пошла, а не оргмода, просто они как бы в симбиозе такой результат дают, это просто прекрасно, то есть я бы скидывал всем неравнодушием, кто хотел бы попробовать, и вот они говорили, что и PDF-ка им читается гораздо приятнее, чем что-то еще, то есть им видео не очень смотреть, и markdown файл не очень читать, и workfile не очень читать, а PDF-ку они прямо открылись, телефоны почитали, очень здорово, очень понравилось, попробовали что-то, то есть это тоже как вариант преувеличения людей к вашему труду, отличный, вот, ну и тут вы можете экспортировать его markdown в duk.x, тут есть example, то есть вы на место черточек подставляете имя файла вашего, и все, и работаете с этим, и обязательно ставьте себе text live, я ставил через brew просто, на Linux я тоже text live ставил, это огромный-огромный пакет, со всеми латекс и прочими штучками, вот, все в ваших руках, и вот альтернатива, о которых я говорил, это расширение для вискода, расширение для идеи, и расширение для sublime, это все ссылки есть в Github, я выложил уже туда, вот, вы можете скачать, посмотреть, это для вискода, видите, вот тут есть поддержка отступов каких-то там, хейдингов, о, даже, смотрите, они перенесли туда to do, да, ну, вот это все, это вообще сказка, мне кажется, так, markdown есть, вижу, ну, видимо, agenda не доехала сюда, ну, как бы, оно особо и не надо, я без agenda живу, и мне плюс-минус ок, то есть, мне там хватает того, что я вижу просто перед глазами проект, и там степы иногда нужны, а так, то есть, я не особо частый гость в дашборде, вот для идеи, work for idea, то есть, тут три звезды стоит, но опять же, если мы отзывы почитаем, тут как бы кто-то пять звезд стоит, кто-то одну, да, и там 30 тысяч скачиваний у него, то есть, советую попробовать, если вам интересна эта тема, закиньте себе в идею, и расскажите заодно потом, как вам это все живется, так, а это для чего, это для sublime, а вот на sublime, я точно видел какое-то видео, где мужчина сидел, и у него в sublime все классно работало, поэтому, наверное, sublime мой фаворит, в плане того, как там это все работает, я знаю, что в sublime очень многие люди пользуются, так что дайте шанс этой штуке, может даже я там, ради приличия скачаю его, потестирую, насколько он хорошо работает, это то есть происходит, это не очень, это вот штука, это все, если меня либоおお laat,